Добрый день или вечер! С вами Руслан Деганшин. И сегодня я бы хотел поделиться своим опытом пользования наушниками, которые я слушаю в течение года или даже больше. Эти наушники помогли мне познать, что такое формат FLAG, в принципе, и что он может из себя представлять. С помощью него я понял, что музыку лучше слушать именно в формате FLAG, если же ты хочешь узнать, как музыка должна восприниматься в изначальном варианте прослушивания. И имеем этим наушником Meizu HD50. Как я уже говорил, мой опыт пользования больше одного года. Как мне кажется, этого более чем достаточно, чтобы рассказать вам, какие имеются плюсы, какие минусы. Плюсов, конечно же, множество, но и одновременно минусы, они фигурируют и они как-то могут разбавить ваше впечатление от прослушивания музыки. Ну, давайте об этом поподробнее. Экстерьер данных наушников больше напоминает что-то одновременно серьезное и какое-то напоминание о том же самом ретро стиле. Металлический корпус и одновременно здесь же присутствует приятная кожа. В принципе, она может создавать впечатление очень дорогой вещи, но по сути таковой не являясь. Подключаются наушники через довольно длинный провод с кнопками для управления, которые могут даже работать на айфоне, не то чтобы на андроиде. В комплекте идет крепкий чехол для переноски наушников. Мелочь? Ну, приятно. Когда надеваешь данные наушники на голову, создается впечатление полного вакуума. Слышно только музыку, которую ты любишь слушать и в принципе хочешь послушать в данный момент времени. Ну, конечно, в них не посидишь часов так пять, потому что конструкция довольно сильно давит именно на уши. Из-за этого, когда ты их снимаешь, у тебя создается впечатление того, что у тебя просто на ушах сидел тот же самый медведь. Вначале я прослушивал музыку только с музыкальных сервисов, вроде Яндекса или ВКонтакте, того же самого. А потом я перешел именно к флагплеерам. Ну, для чего мне понадобился переходник? Благо, в комплекте он есть и что меня порадовало и одновременно удивило. Если мы вспомним наш 2019 год, то иногда в комплект со смартфонами иногда даже не кладут наушников. А здесь вот такое. Впрочем, это уже совсем другая история. И все же, если мы вернемся к тому же самому звучанию, то, как я уже сказал, что если мы возьмем именно музыкальные сервисы, там все играется довольно-таки хорошо. Но если же мы берем именно флагплеер, то здесь открывается весь спектр возможностей. Звук в данных наушниках я бы оценил на четверку, может даже с плюсом. Как таковых проблем у них с низкими частотами не присутствует в принципе. Но, например, если мы будем углубляться в ту же самую область того, насколько они хорошо звучат в формате флаг, то здесь тоже нужно будет взять какие-то наушники из более высокого ценового сегмента и сравнить их. Так как у меня не присутствует данных наушников, мне фактически можно будет отталкиваться только от тех же, например, Meizu Pop или же других наушников. У меня присутствует, как и Costa Porto Pro и, если мне не изменяет память, у меня также присутствуют и наушники Sennheiser. Конечно же, эти наушники будут более выигрышно смотреться, нежели те. Почему? Просто потому, что у них как и таковая громкость выше, так и прорисовка именно низких и высоких частот сама по себе прорисована, как я уже говорил, лучше. Следственно, можно сказать, что звук в данных наушниках может порадовать, в принципе, даже каких-то меломанов. Почему бы и нет? Первый же минус – это эргономика наушников. Если мы будем долго прослушивать музыку в наушниках, как я уже отмечал, у вас будут болеть уши. Лично у меня и у моих товарищей есть такая проблема. Второй же минус – это та же самая эргономика. У меня в некоторых местах мог отойти именно пластик, или в местах регулировки начинался легкий люфт. Как, например, при первом же дне прослушивания, после покупки, я их надевал, они могли держаться гораздо лучше, нежели сейчас. Сейчас появился маленький люфт за год. Если так посчитать, то это не совсем критично, но при этом неприятно. Если же мы все-таки подытожим, то мы увидим такую ситуацию, что в плане самого аппарата и в плане звука Meizu держит марку. Их первыми продуктами были как раз таки плееры. Здесь они на самом деле держат эту марку, и они хотят делать хорошо. Это видно по их сайту, по их общению с клиентами. Это видно. Но прежде всего им стоит позаботиться о более хорошей конструкции. Как, например, те же самые немного отвалившиеся застежки, или как их можно назвать, именно стяжки. Они немного шатаются или что-то такое, или даже люфтят. В остальном, если мы посмотрим также на их цену, это будет довольно интересный товар. Но одновременно над долговечностью этих наушников стоит подумать и решить, надо ли это вам. Выбор остается за вами. Всем спасибо и до свидания.